Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня я хочу поговорить с вами на одну из трех самых важных тем, которые Бог дал мне за 44 года моего служения. Она называется «Когда Бог нарушает ваши планы». Партнеры нашего служения уже слышали эту проповедь в некоторых церквях, где я служил в прошлом 19-м году. Но сегодня я тоже решил учить об этом, потому что внизу находится Галилейское море. Давайте сразу же перейдем к слову, потому что материала много. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тевериадском». Явился же так. «Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его». Напоминаю, что у Иисуса было 12 учеников. Иуда покончил с собой, и их осталось 11. А в этом конкретном случае их было 7 из 11. То есть четверо отсутствуют. То, что написано дальше, на английском звучит так, будто бы Петр говорит, «Пойду и половлю рыбу». Но в греческом все совсем не так. Симон Петр говорит им, то есть тем семи ученикам. Если вы помните, что в Евангелии от Луки сказано, что Иаков и Иоанн были партнерами Петра в рыболовецком бизнесе. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». У нас перевели так, но в оригинале звучит иначе. «Я пойду займусь рыбалкой». Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, а мы с тобой». Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. В первую очередь, хочу обратить ваше внимание на фразу Петра, «Иду ловить рыбу». На английском это звучит так, будто бы он просто собрался на рыбалку. В греческом тексте здесь используется слово «хупаго», которое означает «уйти из поля зрения» или «выходить из партнерства». Иными словами, Петр говорит, «Я решил вернуться в рыболовецкий бизнес». А они отвечают, «Ну, и мы с тобой». И у меня вопрос, почему Петр решил вернуться к рыбалке, и почему семеро из двенадцати учеников, а, кстати, все они были из района Вефезды. Это один из трех основных городов на берегу Галилейского моря. Это были рыбацкие города в то время. Но почему же Симон Петр решил вернуться в рыболовецкий бизнес? На греческом именно так и сказано. Иными словами, он говорит, «Я ухожу из служения и возвращаюсь в бизнес». Хочу заметить две вещи. Во-первых, он подвел Господа. Он отрекся от него, и этот вопрос еще не был решен. Иисус разобрался с этим позже. Петр отрекся от Иисуса, и сделал он это весьма странным. Это видно из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка было написано самым первым. Специалисты считают, что остальные авторы просто подхватили историю Марка и пересказали ее, потому что история идентичная. Итак, в Евангелии от Марка сказано, что Петр клялся и божился, что не знает Иешуа, или Иисуса. Он, заметьте, клялся и божился. В греческом тексте стоит слово «анафема». На арамейском оно означает «проклясть самого себя». В то время, если человек сделал что-то богохульное или серьезно согрешил, его могли проклясть и изгнать из храма. Если это был серьезный и тяжелый грех против Бога, то раввины имели право связать или развязать такого человека. Связать значит запретить, а развязать значит позволить или допустить. То есть раввин имел право сказать, «Я разрешаю тебе находиться в святилище, потому что ты покаялся, или же мы сгоняем тебя навсегда». Что касается Петра, когда он отрекся от Господа в Иерусалиме, он сам проклял себя. Иными словами, это означает, что он сказал, «Если я знаю этого человека, то пусть я буду изгнан из Царства Небесного и народа Израильского». Вот как все серьезно, а когда он услышал крик петуха, то осознал, что отрекся от Иисуса. Петр никак не разобрался с этим и решил уйти из служения обратно в рыбаки. Во-вторых, Петр решил вернуться к рыбной ловле, потому что Иисус сказал им, «Я уйду от вас, но я не оставлю вас одних. Я пошлю вам другого утешителя. Куда я иду сейчас, вы не можете пойти». Итак, Петр отдал три с половиной года своей жизни этому Назарянину, который, как он считал, был Мессией. А теперь он знает, что этот Мессия воскрес из мертвых и собирается вернуться на небо. Что бы сделали вы? Вы оставили свой бизнес. В Евангелии от Луки 5 главе сказано, что у Петра был весьма успешный рыболовецкий бизнес. А его партнерами в бизнесе были Иаков и Иоанн. Итак, во-первых, Петр сам наложил на себя проклятие и так и не разобрался с ним. И во-вторых, он понял, что тот, за кем он следовал три с половиной года, скоро уйдет. Что же делать? Придется вернуться в бизнес. Но это еще не все, что я хотел вам показать. Они рыбачили всю ночь. Я уже неоднократно рассказывал вам, что на Галилейском море рыбачат именно ночью. А они, ученики, или, если сказать так, будущие апостолы, рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Почему же это такая важная информация? Если бы в этот момент у Петра был большой улов, у него появилось бы искушение подумать следующим образом. «О, я могу быть успешным в том, чем я занимался в прошлом». Но это не было волей Божией для Петра. Бог желал, чтобы Петр был апостолом на Пятидесятницу. Помог в организации церкви и стал апостолом для еврейского ответвления христианской церкви. Итак, посмотрите сейчас на море. Видите, там ни одной лодки. А знаете почему? Все они рыбачили прошлой ночью. А сейчас на море только туристические кораблики с туристами. Заметили, как сейчас жарко? Вы этого не чувствуете, потому что сидите дома и смотрите нас по телевизору. Правда жарко, да? А что делает рыба, когда жарко? Почему ее нужно ловить ночью? Сделаю вид, что я рыбак. Днем рыба опускается на глубину. Здесь все именно так и происходит. Надеюсь, вам теперь ясно. Итак, Петр не знал будущего и Божьих планов на него, поэтому он составил свой план. Но если у Бога есть план и предназначение на вашу жизнь, вы можете не понимать этого плана и не знать его деталей, но поймите, что иногда Бог будет рушить ваши планы, потому что это не то, чего Он желает от вас. Итак, Петр ничего не поймал, но дальше еще интереснее. Он сказал, «Я иду ловить рыбу». Как я уже говорил, на языке оригинале это означает исчезнуть из виду или выйти из партнерства. А другие ученики сказали, «Ну и мы с тобой». На греческом на самом деле сказано, «Мы хотим стать твоими партнерами». Иными словами, тут подразумевается не одноразовая рыбалка, а вступление в бизнес вместе с Петром. Вы только подумайте об этом. Тут семь учеников из одиннадцати, которые решили уйти в бизнес. Если они это сделают и будут успешными, то что же будет с церковью? Улавливаете мою мысль? Что будет с церковью, если исполнится их воля, а не Божья? А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это господь». Во-первых, как они поняли, что это был господь? Во-вторых, почему они не узнали Иисуса? Ответ на второй вопрос находится в восьмом стихе. «А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой». 200 локтей — это размер футбольного поля. Если вы не фанаты Алабамы, то потерпите меня немного. Одна семья благословила нас билетами на футбол, а затем нам удалось выйти на поле, где только что проходил матч. Я помнил эту историю, поэтому я встал у одних ворот и смотрел на другие, пытаясь понять, смогу ли я узнать кого-то с такого расстояния. Оказалось, это очень сложно. То есть Иисус был от них на расстоянии футбольного поля, и они не поняли, что это Он. Но несмотря на то, что они не узнали Его, и даже Его голос, они узнали чудо. Сейчас я покажу вам, что я имею в виду. Если вы откроете Евангелие от Луки, то увидите, что Петр понял, кто такой Иисус, когда сам Иисус. Но для начала предлагаю посмотреть Евангелие от Луки, 4 главу, 38 стих. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою. И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки, и та оставила ее. Она тотчас встала и служила им. Иисус пришел в дом Симона, но Симон не поверил в него. Он не был легкой добычей, он не был впечатлен тем, что теща исцелилась от горячки». Это же мелочь. Это просто горячка. А может, он еще и недолюбливал свою тещу? Может, он подумал, «И зачем ты это вообще сделал?» Но что же было после этого? Иисус пришел на Галилейское море, и там было две лодки. Одна принадлежала Петру, а другая – Иакову и Иоанну. Напоминаю, что они вместе занимались бизнесом. Можете сами найти это в Библии. И вот они чистят сети после ночной рыбалки, а Иисус садится в одну из их лодок и начинает учить оттуда. Знаете почему? Вы слышали сегодня голоса людей, проплывающих на кораблях? Все потому, что вода передает звук. «Итак, Иисус отплыл от берега и проповедовал с воды». Звук отражался от воды, и все на берегу могли его слышать. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, ибо ужас объял его. Но он был в ужасе, потому что знал, что невозможно ничего поймать днем. Когда он увидел две лодки полной рыбы, то понял, что у этого человека есть какая-то сила. В пятом стихе он называет Иисуса наставником, но когда он видит чудо, то называет его Господом. Что-то сразу же меняется, когда вы встречаетесь с ним. Он перестает быть просто учителем, он становится Господом. Итак, именно это чудо с большим уловом убедило Петра в том, что Иисус – Мессия. Возвращаемся к нашей истории. Здесь Иисус совершил то же чудо. Петр трудился всю ночь с другими учениками, но ничего не поймал. Они поняли, что рыбы нет. Затем появился Иисус, и когда они поймали столько рыбы, Иоанн закричал, «Петр, это же Господь!» Как они узнали? Никто не ловил столько рыбы днем. Они знали, что в первый раз они видели такое чудо в исполнении Иисуса. Тогда же Петр и уверовал. Забавно то, что в тот момент Петр не был одет. Он сразу прыгнул из лодки в воду. Можете сами прочесть об этом позже, но это еще не все. А вот что любопытно. Иисус называл Петра Симоном 69 раз, Петром 158 раз, Симоном Петром 18 раз. А после этого случая словом, когда они сели завтракать, Иисус трижды назвал его так, как никогда. Кто-то знает, о чем я? Нет, и не Симон, и не Петр, и не Симон Петр, а Симон Ионин. Вот как он назвал его. Это 15 стих. Затем во второй раз, опять Симон Ионин. И в третий раз, снова Симон Ионин. Ионин означает сын Ионы. Да, именно, Ионы. То есть Иисус не спрашивает, Симон, ты любишь меня больше, чем они? Нет, здесь, и только здесь он трижды называет его сыном Ионы. А знаете почему? Тогда слушайте, если не знаете. В Ветхом Завете был человек по имени Иона. Он должен был исполнить волю Божью, но решил поступить по-своему, и оказался на корабле. Он оказался не на том корабле, и в итоге оказался на дне моря. Богу нужно было привлечь его внимание. Это мое личное толкование. Я думаю, что тем самым... Тем самым Иисус говорит Петру, «Петр, имя твоего отца, Иона». Симон Ионин означает, что его отца звали Иона. То есть такое обращение — это не проявление неуважения, но Иисус использует его, чтобы слегка зацепить Петра. Он буквально говорит, «Слушай, Симон, твоего отца звали Иона. Ты тоже собираешься поступать как Иона из Библии? Ты любишь меня достаточно сильно, чтобы сделать то, что я говорю? Или же ты хочешь сесть в лодку и уплыть подальше от моей воли? Вы поняли?» Еще любопытно то, что в этой истории Иисус трижды спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Думаю, все вы знаете эту историю. Я годами использую ее в своем служении. Напоминаю, что Петр трижды отрекся от Иисуса. Он три раза сказал, «Я его не знаю». Так он отрекся от Господа в Иерусалиме. Как я уже говорил, в Евангелии от Марка используется выражение «клялся и божился». Это не означает, что он матерился. В греческом тексте используется слово, которое означает «наложить проклятие на самого себя». И в то время, если вы оказались под таким проклятием, которое указано здесь, то единственным способом освободиться от него было прийти к главному раввину и покаяться перед ним. Затем, первосвященник приходил к Богу от вашего имени, и вы получали прощение и возможность вернуться в синагогу. А кто здесь главный раввин и священник? Христос, наш первосвященник, не так ли? Он раввин и первосвященник нового типа. Итак, Петр трижды отрекся от него, и трижды он спросил Петра, «Ты любишь меня?» Первый вопрос покрыл первое отречение. Второй вопрос – второе отречение. А что касается третьего отречения, то первосвященник в нашем случае – это Христос, и главный раввин, тоже Христос, освободил Петра от проклятия, которое он сам на себя произнес. Иисус освободил его. Итак, Иисус освободил Петра от проклятия, которое тот сам навел на себя. А затем Иисус трижды сказал, «Корми». И это пятнадцатый стих. «Паси агнцев моих». Затем, «Если любишь меня, паси овец моих». Это уже следующий, шестнадцатый стих. А потом, «Если любишь меня, паси моих овец». Семнадцатый стих. То есть, он трижды говорит Петру, «Паси овец». Иными словами, он говорит, «Я сказал, что сделаю тебя ловцом людей, а ты пытаешься вернуться к рыбной ловле». То есть, теперь ты будешь не только рыбаком, но и пастухом, потому что именно пастух заботится об овцах и ягнятах. Это весьма интересно, потому что тут используются два разных греческих слова. В пятнадцатом и семнадцатом стихе используется слово, которое означает «пасти и кормить отару». Но в шестнадцатом стихе стоит другое слово, и оно означает «руководить и направлять». То есть, Иисус говорит, «Петр, если ты последуешь за Мною, то ты будешь духовно кормить моих овец и ягнят моим словом». Ягнята — это новообращенная вера, верующие, овцы — это зрелые верующие. Но еще тебе придется управлять ими. То есть, это предсказание о том, что Петр будет лидером. Из послания Галата мы знаем, что Павел был лидером языческого ответвления церкви, он был апостолом язычников, а Петр был апостолом евреев. Но вот что я хотел бы до вас донести. Если бы Бог не допустил падение Петра в бизнесе, Петр вернулся бы в бизнес и упустил Божий план для своей жизни, возможно, вы тоже пытаетесь сбежать от Бога и от Его призвания. Может, когда-то вы активно участвовали в жизни церкви, а сейчас вы ее вообще не посещаете, но при этом у вас ничего не получается. Вполне возможно, что так Господь пытается сказать вам, что вы вышли из Его воли. У вас ничего не получается, потому что вы не делаете того, что сказал вам Бог. Иногда Бог допускает, чтобы ваши планы рухнули. Много лет назад я собирался переехать в другой штат, но начали происходить разные вещи, и из этого ничего не вышло. Оказалось, Бог не хотел, чтобы я переезжал туда. Еще до создания этого мира у Бога был план, чтобы мы с женой жили в Кливленде, штат Теннесси. И ангел Божий в 59-м году дал пророчество об этом городе одному человеку Божьему. Кстати, именно в этом году я и родился. Я узнал об этом пророчестве несколько лет назад. Оказывается, Кливленд станет центром одного из величайших пробуждений последнего времени. Очень много служений, библейских институтов и университетов расположены сейчас в этом городе. И сейчас его стали называть с библейской пряжкой на библейском поясе восточного побережья США. Вы только подумайте. У нас в нашем округе 1 миллион человек и 380 церквей. Это один из самых христианских округов на востоке США. Этим я хотел сказать, что у Господа есть план, но мне нужно следовать этому плану. И иногда происходит что-то плохое, но не потому, что Бог желает навредить мне, а чтобы ввести меня в его волю. Об этом можно говорить еще долго, но наше эфирное время подходит к концу. И, как обычно, я прошу вас досмотреть нас до конца, чтобы больше узнать о нас. Пусть Бог благословит вас! Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время — «Откровение о Вознесении». Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти дивидий, на которых находятся 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения, труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый дивидий называется «Вознесение. Откровение для апостола Павла». Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй дивидий – «Пророческое время Вознесения». Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги «Откровения», «24 старца», книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий дивидий посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную, пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый дивиди «Вознесение и загадочная книга памяти». Я покажу вам из Малахии третьей главы, что ключ к Вознесению — это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый дивиди «Еврейская свадьба». Мы собрали 100 актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом, заказывайте DVD сейчас. С вами Пэри Стоун, спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет служения. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. Вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. И я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. Спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиль и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад. Когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты, мнения людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу, Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео, обычно о пророчествах. Обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. И это было прекрасно. Мы ценим ваши молитвы и финансовую поддержку. Будьте благословенны. субтитры и субтитры